Книга «Открытым оком», 4-й том, вопрос 1276. Вышел очередной номер коммунистической газеты «Завтра» со статьей большевистского уклона «Христос, первый коммунист». Знакомый вам священник отец Змитрий Дудко ныне является их духовником. Как это понять? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Очередной друг проделывает Преосвященный Каин. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Это наследники революции. Революционер от слова «переворот». Вот отсюда и попытаемся рассмотреть, откуда и что переворачивается, поворачивается, делает коренной перелом. Человек сотворен Богом и жил в раю. Адам и Ева были наги и не стыдились. Было во всем согласие между ними и Богом. Это место называлось рай. Первый переворот, то есть революция, произошел на небе. Второй – в раю. Третий продолжается на земле. Откровение 12 глава 7 по 12 стихи. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против всех, против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангел его незвержен с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью агонца, и словом, свидетельство своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И так веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Бытия 3 глава 1 и 14 по 15 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пету. 2 Фессалоникийцам 2 глава 4 стих. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. На земле были революции социальные, чтобы всех сделать равными, как в раю. Сексуальными, ходить голыми, не стыдиться, как в раю. Технически постараться полностью освободиться от физического труда, все как в раю. И так всегда и всюду ложь. У дьявола всегда своя собственная концепция, без перерождения, без истинного обращения к Богу, то есть во грехах, вернуть в райское состояние. То есть он все время отправляет человека по ложному пути, в обратном направлении. Газета «Завтра» пропитана идеями справедливости на сатанинский манер. Непонятно, в чем священник может их исповедовать. В том, что люди ведут себя как демоны и не каются. Но они этого не сознают, но считают себя благодетелями человечества. Задача священника – привести их в сознание греха, а не держать их в том состоянии, в котором они находятся. И получается, что священник не дает им возможности раскаяться, если считают, что все у них хорошо в плане революционных идей. Согласно Библии, священник в данном случае выступает как лыжепророк, и, учись его, гиена огненная, вместе с теми, кого он боюкает. Жаждет правды народ, избавления ждет, в темноте и грехе погибая. Но великий Христос весь благую принес. Он спасет мир от края до края. Он болезнь исцелит, власть греха сокрушит, утолит все земные страдания. Солнце братской любви переплавит мечи. Песни радости сменят рыданье. Братья, сестрам, привет, что несут Христу в свет. Жизнь отдали за счастье народа. Свою юность Христу и души красоту посвятили во имя свобода. Всех зовите на пир, возвестите всем мир, унывающим слово от рады, что Спаситель воскрес, дверь лазурных небес, отворил всем, заскающим града. Царство Божие в нас мы созиждем, трудясь. В нем не будет раба, господина. Но лишь царство людей так гремит, так гремит же сильней. Во Христе все добудет едино. Владимир Филимонович Марцинковский, профессор. Написано в тюрьме 1920 года. Поется на мотив «Есть на Волге утес». Субтитры создавал DimaTorzok